Всем привет! Это «Век Спартака» — совместный проект Спортэкспресс и футбольного клуба «Спартак Москва». Алексей Матвеев — директор Спартаковского музея. И Олег Кошелев — корреспондент газеты «Спортэкспресс». Сегодня мы расскажем о последних советских чемпионатах, первых чемпионатах России, о первой половине тренерской эпохи Олега Романцева. В 1989 году началась новая эпоха в истории московского «Спартака», связанная с именем Олега Романцева. В 1988 году ушел Константин Иванович Бесков, и новым тренером стал Олег Иванович. После завершения игровой карьеры Олег Романцев не собирался становиться тренером, даже не думал об этом, но все изменил один разговор с Николаем Петровичем Старостиным, который убедил его попробовать и возглавить команду второй лиги «Красная Пресня». У Николая Петровича было потрясающее чутье на будущих тренеров «Спартака». Достаточно вспомнить Никита Павловича Симоняна, который только закончил играть в футбол, и Старостин сделал его тренером и попал в самое яблочко. Симонян, как тренер, принес «Спартаку» множество титулов. И то же самое произошло и с Олегом Ивановичем Романцевым. То есть Старостин видел еще в нем, как в игроке, когда он играл, был капитаном «Спартака» эти тренерские качества. Он видел его потенциал именно как тренера и угадал с Романцевым на все 100%. И первые шаги в своей тренерской карьере Олег Иванович делал вместе со своим другом Георгием Александровичем Ярцевым, который был его помощником в «Красной Пресне». Работа с этой командой, она не сразу была успешной, первый сезон они там провалили, но по настоянию Николая Петровича их оставили тренерами, и потом уже пошел результат. Скромная «Красная Пресня» выиграла Кубок РСФСР, тогда это был такой турнир, в котором участвовали клубы второй лиги. У Романцева в «Красной Пресне» засверкали и будущие звездочки Александр Мостовой и Василий Кульков. И еще надо отметить, что помимо Георгия Александровича Ярцева, вместе с Олегом Ивановичем этот путь проделал Валерий Владимирович Жиляев, начальник команды «Спартака» в 90-е годы, а в 80-е начальник «Красной Пресне». И между «Красной Пресне» и «Спартаком» был «Спартак» из Орджоникидзе, это первая лига, 88-й год. Там Романцев отработал всего год, все его устраивало, все ему нравилось, работа интересная, но опять поступил звонок от Николая Петровича Старостина, надо было ехать в Москву, потому что выбирали нового тренера «Спартака». Романцев в первый же свой сезон, 89-го года, не стал разрушать все до основания. Он, напротив, взял все лучшее, что было у Константина Ивановича Бескова. Более того, вернул очень многих футболистов, которые Константин Иванович Бесков отчислил в свое время. И вот вместе с этими опытными футболистами и с молодыми футболистами он сделал такую команду сразу, сходу, которая вот как с первого тура захватила лидерство в чемпионате. 4-0 грохнули в Жангерис. Так и до конца чемпионата, до золотого матча с Киевским «Динамо» в Лужниках, это лидерство «Спартак» никому не отдал. А по дороге было одержано множество ярких побед, но самая, наверное, памятная была одержана в Киеве. В Киеве над местом «Динамо» 4-1, когда 100-тысячный стадион в Киеве просто замолчал. Минут за 20 уже начали выходить люди. То есть Романцев вчистую переиграл самого Валерия Васильевича Лобановского. Романцеву тогда было всего 35 лет. Он хотел совместить два стиля. Стиль Бескова, взять все лучшее от комбинационной кружевной игры «Спартака» и добавить в эту комбинационную кружевную игру «Спартака» атлетизм и мощь, которая была у команды Лобановского. И вот эти две вещи ему удалось совместить. Например, в тех же Еврокубках результаты «Спартака» при Романцеве, три полуфинала различных Еврокубков, они превосходили результаты «Спартака» при Бескове. Ну и в 89-м году, в первый же год своего тренерства, Романцев выиграл последний полноценный, подчеркиваю, полноценный чемпионат Советского Союза, потому что еще участвовали в нем и литовский «Жальгерис», и тбилисская «Динамо». Уже в чемпионатах 90-91 этих команд не будет. В 90-м и в 91-м годах наша команда могла пополниться некоторыми незаурядными футболистами из других команд, прежде всего из московского «Динамо». Например, лидер «Динамовцев» 90-х годов Андрей Кобелев прошел целых две предсезонки вместе с Олегом Романцевым. Носил футболку «Спартака» в контрольных товарищеских матчах, забивал за нашу команду. Вообще был игрок, который подходил под футбол «Спартаковский», но вот так сложилось, что большую часть своей карьеры он провел в московском «Динамо». Могли мы заполучить Игоря Добровольского в конце 80-х годов. Тоже лидера московского «Динамо», тоже не сложилось. Писали заявления в «Спартак» юные Сергей Кирейков и Игорь Колыванов. Тоже могли быть «Спартаковцами». За дубль даже, по-моему, товарищеские матчи они проводили. Но тоже остались в «Динамо». Ну и, наверное, самый громкий трансфер в начале 90-х мог быть – это трансфер Сергея Юрана в «Спартак». Юран был лидером киевского «Динамо» 90-го года, которое выиграло чемпионат Союза. И вот в межсезонье 90-91 он встречался с Романцевым и уже готов был переходить в «Спартак», потому что ему очень нравился футбол «Спартаковский», футбол «Романцева». При этом Юран – уникальный футболист. Он одинаково здорово реализовал себя и в футболе Лобановского, и в футболе «Романцева». Совершенно в двух противоположных стилях. Он переждет «Спартак» в 95-м году. В 99-м перейдет «Спартак». В 99-м, но в 95-м он перейдет и будет одним из лучших игроков в Лиге чемпионов, где он забьет три мяча за «Спартак». А вот в 91-м у него не сложилось, потому что после того, как он дал добро Романцеву в разговоре, его вызвали в Киеве на ковер в партийные органы и сказали, «У тебя семья вообще где живет-то? В Москве или тут?» Говорят, «Ну, тут в Луганске даже семья». Он из Луганска. Ну и дали понять, вот ты подумай вообще о семье, ты не только о себе думай. И вот тогда, в 91-м году этот переход не состоялся, а Юран уже перешел в «Спартак» из Португалии. Ну и в 91-м году, как ты уже отмечал, у нас была очень сильная команда, которая должна была, на мой взгляд, выиграть и чемпионат 91-го, и по игре она его заслуживала. Кстати, обыграли в двух матчах чемпионов армейцев. То есть в личных встречах «Спартак» победил ЦСКА оба раза в том сезоне. Но, как отмечал в интервью, это не мои слова, а слова в одном из интервью Дмитрия Кузнецова, капитана того ЦСКА чемпионского, армейцы играли странные матчи, так называемые, в том сезоне. Благодаря этим странным матчам они обошли «Спартак». Ну и был у нас вообще фантастический матч. В сентябре игра с «Динамо», которая закончилась со счетом 7-1. Последний матч «Спартака» и «Динамо» в истории советских чемпионатов. Потрясающий хитрик Дмитрия Попова. И я смотрел эту игру с двумя своими приятелями, динамовскими болельщиками. Мы учились вместе в институте. Один из них ушел от расстройства при счете 4-1. Второй ушел при счете 5-1. И вы 30 лет не общаетесь. Нет, мы общаемся. Но самое приятное было общение на следующий день после игры. После сезона 91-го года большинство лидеров «Спартака» уехали за границу. И перед Олегом Романцевым в сезоне 92-го года возникла необходимость выстраивать фактически новый «Спартак». И из-за этого первый чемпионат России складывался для красно-белых очень непросто. Команда набирала очки, но не показывала яркой игры. А прорвало ее в матче против московского «Торпеда» на «Автозаводской». Когда мы выиграли 3-0. И вот эта рокировка пятницкий ледяхов привела к тому, что случился прорыв в игре. И уже до конца сезона 92-го года «Спартак» было не остановить. Тот чемпионат был разбит на два этапа. Сначала по группам играли предварительный этап. И была финальная пулька, где участвовали 4 команды-победительницы из каждой группы предварительного этапа. И вот уже в финальной части чемпионата «Спартак» предстал вообще во всем блеске перед болельщиками. Ключевой победой к чемпионству была игра с ЦСКА, которую очень любит вспоминать Олег Иванович Романцев. Очень непростой матч был в Лужниках. Спартаковцы в начале игры пропустили гол от Сергеева. А потом в начале второго тайма был удален Станислав Черчесов за фулл последней надежды. И команда проигрывала с ЦСКА 1-0, еще и осталась в меньшинстве. Но уже тогда она обладала чемпионским характером. И несмотря на то, что оказалась в такой сложной ситуации, спартаковцы нашли в себе силы и благодаря голам Писарева и Пятницкого вырвали победу. Причем голы там прям были забиты. Да, голы забиты. Ну вот удалили Черчесову и в течение 10 минут были забиты. Вот это удаление перевернуло ход матча. Ну и памятная, конечно, была игра чемпионская с локомотивом тоже в Лужниках. 4-1 без шансов. Ну и отметили чемпионство, незапланированное выбегание болельщиков, абсолютная импровизация. И тогда были... Ну традиция была заложена, как мы помним, еще в 30-е, когда праздновали спартакское чемпионство. Но в 92-м году еще среди тех болельщиков, кто был в тот день в Лужниках, был и наш знаменитый болельщик, всемирно известный пианист Денис Мацуев. Мы вернемся к началу, да, 92-го года и попытаемся опровергнуть миф, который сейчас создается и создавался там многие годы, о том, что якобы Спартак собрал перед сезоном 92-го года все сливки из стран СНГ. На мой взгляд, это вообще не так. Ну, допустим, Игорь Ледяхов. Игорь Ледяхов пришел к нам из ротора, из первой лиги, абсолютно, ну, обычным футболистом. И раскрылся он именно в Спартаке. Тот же Калитвинцев, который перешел из ротора в Динамо, был намного сильнее футболист на тот момент, чем Ледяхов. Виктор Анопко. Ну, обычный игрок шахтера, да, с потенциалом, но в том же шахтере был, например, нападающий Щербаков, который играл намного сильнее Анопко. На тот момент нападающий Олимпийской сборной СССР. Пятницкий. Да, один из лидеров Пахтакора, но что такое Пахтакор? Ну, это аутсайдер тогда был в то время. Да, аутсайдер. Рашид Рахимов. Да, один из лидеров Памира. Но это Памир. Но это Памир. Бесчастных из дубля, да, вообще был взят никому неизвестный мальчишка. Единственным, пожалуй, готовым игроком, которого тогда взял Спартак, это был Кахац Хададзе, центральный защитник. Но и то поиграл у нас всего полгода, выиграл кубок из СССР СНГ, а потом перешел в московское «Динамо». Вот это был игрок в звездном статусе, перешел в Спартак, игрок уровня сборной. А все вот эти футболисты, которых мы перечислили, Анопко, Пятницкий, Ледяхов, Бесчастных, они стали теми, кем они стали, только в Спартаке под руководством Романцева. Романцев взял их, видел потенциал и раскрыл их потенциал. И второе заблуждение, которое сейчас очень распространено и всячески продвигается, что у Спартака в Чемпионате России 90-х не было конкурентов, что все команды были слабыми, и Спартак, собрав якобы сборную СССР, всех тут легко выносил. Это не так, и достаточно посмотреть на то, как в то время наши команды выступали в Еврокубках. ЦСКА обыгрывал Барселону, Торпедо обыграл Манчестер Юнайтед, Ротер проходил Манчестер Юнайтед. Динамо обыгрывало Торино. Систого чемпионата Италии. Систого чемпионата Италии. Локомотив дважды играл в полуфиналах Кубка Кубков. То есть у нас все команды имели достижения в Еврокубках. И вот с этими командами соревновался Спартак, успешно соревновался в Чемпионате России. Поэтому говорить об отсутствии конкуренции, просто Спартак своей игрой еще выше был этих команд. Ну, если вспоминать чемпионские сезоны Спартака в 90-е, следующий у нас в 93-й год. Здесь победа Спартака в Чемпионате была гораздо более уверенной. Запомнились матчи с ЦСКА, например, когда Спартак выиграл 6-0 с хитриком Ледяхова. И запомнилась и вторая игра. Спартак тогда выиграл Лужниках 3-0. И это было настоящий первое снежное дерби не 2002 года, которое принято считать одним и единственным. То же самое было в 93-м году по снегу в Лужниках. Спартак выиграл, и в том матче Федор Федорович Черенков забил свой последний гол в официальном матче за Спартак. Золотой матч у Спартака был с «Океаном» в Лужниках. Андрей Тихонов забил золотой гол, но это был непобедный гол. Всего лишь ничью тогда сыграл Спартак. Романцев, конечно, с его максимализмом, таким результатом был недоволен дома с находкой 1-1. И несмотря на то, что это был чемпионский матч, Олег Иванович запретил круг почета команды, был крайне недоволен игрой и результатом в этой игре. Ну а мне, конечно, с 93-го года запомнилось не только чемпионство, но и негативный наш момент, который вот до сих пор занозой в сердце сидит. Там прямо рубец, наверное. После того матча я, конечно, говорю об Антверпене. 93-й год – это тот год, когда Спартак был максимально близок к завоеванию Еврокубка. Мы здорово играли до ответного матча с Антверпенем. Но там, к сожалению, вмешалось отвратительное, худшее, на мой взгляд, судейство за все то время, что я смотрю, по крайней мере, футбол португальского арбитра, так называемого арбитра Карада, который просто убивал в наглую нашу команду. Не хотели, видимо, люди из УЕФА видеть Спартак на Уэмбле. Мы могли сыграть с Пармой в финале, и там шансы были 50 на 50. Парма тоже была, конечно, сильная команда в то время, но Спартак ей точно не уступал. В тот год вот Романцеву удалось собрать настоящую Еврокубкую команду с мощью, с физической, и в то же время со Спартаковским ажурным футболом. То есть те ребята могли, конечно, завоевать Еврокубок, но трудно подобрать эпитеты к этому судье пристойные. Но вот этот вот португалец убил нас, откровенно убил в том матче. И речь не только о пенальти, там вообще все судейство было в одну сторону. О пенальти он не видел, удалил Виктора Анопко, который не имел вообще никакого понятия, за что его удаляют. Потом дисквалифицировали вообще тоже другого игрока, то есть даже после матча они не смогли разобраться в этом эпизоде, но натворили дел. В 1994 году Спартак сделал второй золотой дубль в российское время. В финале Кубка был матч ЦСКА, 2-2 в основное время, и в серии пенальти Спартак забрал трофей. Гинтера Стаучи прекрасно отражал пенальти. В свитере Петра Шмехеля. Ну а в чемпионате Спартак выиграл здесь, да, за явным преимуществом, за несколько туров до конца. Да, там даже получилось так, что не было золотого матча, потому что до этого там Динамо, наш конкурент, потерял очки в матче с Локомотивом. И мы уже играли сочинской жемчужиной, уже в ранге чемпионов, ну и разгромили эту жемчужину с крупным счетом. Там просто на кураже наша команда играла. Валерий Кеченов забил очень красивый гол, после которого Олег Иванович уже в отличие от Океана не негодовал, а улыбался. Ну в 95-м году Спартак стал только третьим, прервалась серия побед в чемпионате России, но зато в том сезоне Спартак необычайно успешно сыграл в Лиге чемпионов. Да, наша команда установила рекорд всех времен, который можно только повторить, но нельзя превзойти. Одержали 6 побед в 6 матчах группового турнира Лиги чемпионов. Там Романцу удалось создать так называемую «дрим-тим». Был костяк Спартака, который вот остался у него с начала 90-х годов. И вернулись те бывшие спартаковцы, легионеры, Шмаров, Кульков, Черчесов и плюс Юран присоединился к ним. И вот эта смесь, она дала вот эту команду потрясающую, которая покорила Европу. Ее называли одной из сильнейших команд Европы наряду с Туринским Ювентусом и Амстердамским Аяксом того времени. Которые сыграли в финале. Да. Вот Спартакам по игре, вот та «дрим-тим» не уступала на тот момент. Мне доводилось в Тарасовке видеть тренировки перед этими Лиге чемпионовскими матчами. И там были двусторонки, старики против молодых. То есть за стариков там вот играли Баларий, Пятницкий, Юран, Никифоров. А за молодых Тихонов, Кеченов, Оленичев. И как ребята, мне кажется, они не шутили, а говорили это серьезно. Мне в интервью, что им казалось, что вот эти двусторонки в Тарасовке по уровню даже выше, чем матчи Лиги чемпионов. А сейчас пройдемся по персоналям того Спартака очень коротко, потому что фактически о каждом человеке из той команды можно делать отдельную передачу. Станислав Черчесов, вратарь. Человек, который, наверное, является рекордсменом по числу приходов в Спартак. Четыре раза как игрок и потом еще как спортивный директор и, собственно, тренер. Черчесов пришел в нашу команду второй раз в 89-м году. До этого он очень долго, много-много лет сидел под Досаевым. Конечно, у болельщиков той поры, у болельщиков Спартака, были большие вопросы, как заменить Досаева. Потому что от нас ушел не просто футболист, а лучший вратарь мира. И вот представляете, каково было Черчесову играть в 89-м году, какое было давление после того, как ушел Досаев. И Станислав Саламович, тогда еще Станислав, с этим давлением прекрасно справился. Он был признан лучшим вратарем 89-го года, стал вторым после Черенкова игроком сезона 89-го года. И потеря Досаева прошла в то время, можно сказать, безболезно. Какие чувства ваши сейчас? Я устал. Все громкие победы Еврокубковой того времени, они связаны и во многом достигнуты благодаря его надежной игре. И шесть побед из шести в Лиге чемпионов 95-го года тоже немыслимо без Черчесова, если бы он не вернулся из Дрезденского «Динамо» в Спартак. Идем дальше. Валерий Шпаров, человек, с именем которого связан самый яркий момент в истории «Спартака». Вообще, я думаю, спорить с этим сложно. Это, конечно же, золотой гол киевскому «Динамо» со штрафного в сезоне 89-го года. Тогда многих удивило, что именно Валерий подошел в этот решающий ключевой момент игры к точке и уложил мяч в левую от Виктора Чанова девятку. Но те, кто был в команде, знали, что Шмаров готовился к этому удару и полгода в Тарасовке тренировал этот удар. И после этого золотого памятного для всех гола он стал, кстати, штатным исполнителем штрафных ударов и уже в 90-м году не раз забивал тоже со штрафных. Еще один момент из карьеры Валерия Шмарова, когда он вернулся в «Спартак» уже в 95-м году, в середине 95-го года из Германии. Публично пообещал мне в интервью в середине сезона, что он забьет 15 голов в чемпионате. И как мы потом в конце смеялись с ним, я ему говорю, Валерий, а ты слово-то свое не сдержал, а он забил 16 на один переборщик. Ну а когда Шмаров уже вернулся в «Факел» в 97-м году, матч с «Спартаком» редкий случай, когда и хозяйские гостевые болельщики аплодируют игроку. При объявлении состава и даже когда Валерий забил на песчанке гол в наши ворота за «Факел». Аплодировали все, в том числе и болельщик с «Спартаком». Игорь Шалимов, воспитанник «Спартаковской школы», тренировался у легендарного капитана Игринетта, памятник которому был установлен на стадионе здесь совсем недавно. Шалимова на поле отличала огромная выносливость. Он играл в «Спартаковский футбол», но при этом не останавливался ни на секунду. Очень сильно он провел отрезок 1991 года непосредственно перед отъездом за границу в Италии. Потрясающий матч он провел в Киеве против киевского «Динамо», где забил очень красивые мячи. И вот этот период 1991 года, он просто был сильнейшим футболистом «Спартака». То, что я сказал про выносливость, это отмечал Лобановский, который в 1990 году его взял единственного из «Спартака» тогда на чемпионат мира в Италию. Летом 1991 года Шалимов уехал в Италию, в скромную Фоджу. И в первом же сезоне он был признан лучшим иностранным игроком серии А на тот момент сильнейшего чемпионата в Европе. При том, что тогда в Италии выступали и Матеус, и Райкард, и Ван Бастен, и Батистута. А лучшим стал Игорь Шалимов из Фоджи. Не случайно на него обратил внимание топ-клуб «Миланский Интер». И уже в 1993 году он играл за топ-клуб в Италии при существующем лимите всего в три легионера. Когда Олега Романцева просили назвать самого талантливого футболиста, с кем он приходилось работать как тренеру, он называл две фамилии – Мостовой и Черенков. И в этом смысле очень символично выглядит сцена из фильма «Невозможный бесков», когда Константин Иванович в раздевалке совсем юному Мостовому говорит, а учиться надо у Федора. Когда мы тренируем один в один, учиться не давать сердце. И учиться у Федора. Мостовой запомнился феноменальной техникой своей, обводкой, ударами со штрафных. Прекрасный гол ЦСКА. Если мы говорим о шедевральных голах, то это гол года 90-го в ворота Харьковского металлиста, где он забил в окружении шестерых защитников. Потрясающий гол был в ворота Владикавказского Спартака в 91-м году. Если вы посмотрите этот гол, то он забит в стиле Месси. Вот так забоевает Месси обычно. Мостовой ворвался в основу Спартака еще при Бескове. Он играл левым хавом сначала. Потом при Олеге Ивановиче Романцеве он играл под нападающими. Играл и опорного полузащитника в некоторых матчах, как в матче с ЦСКА памятным 90-го года. И играл даже оттянутого форварда в сезоне 91-м года, где забивал достаточно много голов. Самый яркий момент в карьере Василия Кулькова – это, конечно, матчи с Наполи, Кубок чемпионов в 90-й год, когда Василию удалось закрыть самого Диего Марадону. Аргентинец, лучший игрок мира на тот момент, безусловно. За 135 минут противостояния Спартаку так не забил ни одного мяча. Кульков появился в Спартаке в 89-м году. Ты вспомнил Наполи, а я сейчас вспоминаю матч с вильнюсским Жальгересом в Олимпийском, где он дебютировал в основе Спартака на месте левого защитника. И вот он как вкопанный влился в состав Спартака. Я смотрел ту игру, и у меня ощущение, что этот игрок играл уже много-много лет за Спартак. Но это, наверное, потому, что он прошел у Романцева школу и в Арджоникидзе, в Спартаке Арджоникидзе, и в Красной Пресне. А вообще Василий был универсальный абсолютно футболист до своего отъезда за границу в Бенфику. Он играл в Спартаке в обороне на всех позициях. Левого и правого защитника, и переднего персональщика, и либера. Позже Романцев уже использовал в 95-м году его на месте опорного полузащитника. И везде он выглядел здорово. На любой позиции умел играть и приносил максимальную пользу команде. Дебют Валерия Карпина в Спартаке, или как тогда называли его комментаторы, Карпин, получился очень ярким. Это тот самый матч ЦСКА в Олимпийском 5-4. Наверное, самый яркий матч вообще в истории Спартака. Один из самых. От того времени. От того времени, так точно. Вышел молодой паренек в голубых ярких ритузах. Сначала привез гол в свои ворота, потерял мяч. А потом организовал два гола уже в ворота ЦСКА. Спартак выиграл 5-4. Валерий тяжело привыкал к спартаковскому футболу. Это не быстро, но это человек, который сделал себя сам. Лидером Спартака, одним из лидеров, он стал уже в российский период нашей истории. Вот в этих чемпионатах 92, 93, 94. Я помню, переломными для него были мини-футбольные турниры в Германии, где в 92-м году он забивал кучу-кучу голов вообще за Спартак. Он такой результативности до этого не было. И после этого его словно прорвало. Он не только отдавал точные передачи, что является основной обязанностью крайнего полузащитника, снабжать передачами в центр, но и очень много для крайнего полузащитника забивал. Ну а в 94-м году он уже стал капитаном, Спартака был капитаном в отдельных матчах. И во многом благодаря ему был завоеван в 94-м году Кубок России в драматичном поединке против ЦСКА, который мы выиграли по пенальти. И после этого он уже уехал в Испанию, где сделал блестящую карьеру футболиста. Когда в недавнем матче ветеранов «Зенита» и «Спартака» Дмитрий Радченко был включен в состав Питера, многие посчитали это неправильно. Да, он действительно играл за «Зенит», начинал там в первой лиге, но, конечно же, самый яркий матч в своей карьере он провел за «Московский Спартак». Ну, конечно, он сделал себе имя в нашей команде, в «Зените». Ну, мало кто его знал, честно говоря, тем более, что они в первой лиге играли на тот момент больше всего. А в наш основной состав он вихрем ворвался в него. Почему вихрем? У Радченко основное его качество – это потрясающий стартовый рывок. Вот он как вихрь взрывался на поле. За счет этого он, кстати, забивал многие свои мячи. У нас форварда с такими скоростными данными на тот момент не было. Он быстро стал своим в «Спартаке» благодаря его знаменитому дублю на Сантьяго-Бернабео в ворота мадридского «Реала». А вообще в сезоне 1991 года Дмитрий забивал очень много голов за нашу команду. И, на мой взгляд, на тот момент он вообще играл так здорово, что, на мой взгляд, входил в десятку, наверное, лучших нападающих Европы, если мы берем 91-й год отдельно. Ну и тоже не случайно, что впоследствии после «Спартака» он уехал в Испанию и сделал прекрасную карьеру. Все мы знаем Дмитрия Христова как «Спартаковского Борези». А прозвище это приклеилось к нему, когда ему совсем мало лет, было 19. Станислав Черчесов заметил сходство с, наверное, одним из лучших вообще защитников мира на тот момент, Франко Борези. Это было внешнее сходство. По манере игры, конечно, они были разные, как и по позиции на поле. Дмитрия можно назвать самым бесстрашным бойцом «Спартака». То есть именно про таких людей говорят, что он сунет голову туда, куда другой не рискнет сунуть ногу. То есть он безбоязненно вступал в борьбу, обладал великолепным отбором мяча. То качество его пройти было практически невозможно. Либо он отбирал мячик, либо он фалил. Скажу парадоксальную одну вещь про Христова. Он играл в футбол, но не очень интересовался футболом. То есть он другие матчи не смотрел. И вот как раз именно это качество во многом и помогало, как это ни парадоксально звучит, ему на поле. Голову не забивал просто себе. Да. Вот, допустим, играет он против Роналда бразильского. Ему нужно было опекать Роналда. Другие футболисты знают, кто такой Роналда. У них мандраж уже может быть. Для Христова это был просто человек в черно-синей форме под девятым номером. Все. Вот этого человека. Против него надо играть. И в этом была его, еще раз подчеркну, сила. Рамис Мамедов, воспитанник спартаковской школы. Причем в детском футболе он был нападающим, забивал кучу голов. Но когда пришло время переходить на уровень дубля, он стал играть крайнего защитника. В принципе, там всю карьеру и провел. Вот сейчас современные крайние защитники, они умеют подключаться к атакам, но у многих из них утрачены оборонительные навыки. Вот Мамедов как раз человек, который умел и очень продуктивно подключался к атакам, чему свидетелями вратари Блэкберна и Легии в Лиге Чемпионов 95-го года, которым он забивал. Но при всем при этом он еще и здорово играл в обороне, как защитник. Особенно классно он играл, наверное, лучше всех в «Спартаке» на перехватах. Владимир Бесчастных вписал свое имя в историю, как автор первого гола «Спартака» в Чемпионатах России, хотя еще накануне, вечером до матча с крыльями, он даже не предполагал, что он вообще в этой игре выйдет. Олег Романцев звонил домой, искал его. На следующий день он вышел в стартовом составе и сделал дубль в 17 лет. Владимир Бесчастных Романцев назвал духовитым футболистом, потому что Володя на поле ненавидел проигрывать, был злым, таким колючим нападающим. И он тоже, как и Радченко, в 91-м, в 92-м году Бесчастных как комета ворвался в основной состав «Спартака». Самый яркий, наверное, момент – это два гола, решающих в финале Кубка СССР СНГ, последнего союзного кубка. И вот благодаря этим голам Бесчастных у нас в музее находится и Кубок СССР, оригинал, и его футболка «Юнипак», как и на тебе. «Юнипак» – это круто. Только игровая футболка 92-го года, которую Владимир подарил нам в музей. Если мы сказали, что Черчесов – рекордсмен по количеству приходов в «Спартак», то следом за ним, по этому показателю, идет, наверное, Николай Писарев. Трижды он приходил в «Спартак». Причем первый его приход в 92-м, и вот этот период до 95-го года, он ознаменовал необыкновенным количеством красивейших голов. В 93-м году Писарев просто штамповал шедевральные голы. Мячик в ворота Леха Польского боковыми ножницами. Мой любимый гол, вот я всегда говорю, если мы оцениваем красоту гола, то мой любимый гол в истории «Спартака» 90-х – это гол Писарева в ворота Владивостокского «Луча» в том же 93-м году, когда он принял мяч на грудь и с разворота, не давая мячу опуститься, вколотил его в девятку. Гол в ворота Кана, а там он попер прямо на защитников. Очень смело с фланга он играл тогда уже правым хавом, попер на защитника, обыграл и пробил Кана насквозь. И тогда Писарев такой красивой фразой сопроводил этот гол. «Я уже почувствовал, что немец не тот, что в 41-м» и попер на него. Ну, кстати, с Николаем Николаевичем у меня была возможность обсудить его голы. Он на первом месте ставит «Лех», а я согласен с тобой, гол «Лучу» круче по исполнению, по решению, для меня это номер один. Андрей Пятницкий пришел в «Спартак» в 92-м году, а в 91-м он забил «Спартаку» за «Пахтакор». Сумасшедший гол дальним ударом, метров с 30-ти. Фактически тот гол лишил очень сильный «Спартак» шансов выиграть последний чемпионат СССР. Пятницкий, ну, наверное, был идеалом полузащитника, потому что это был человек без слабых мест. Во-первых, это огромный объем работы на поле. Он бегал как энергайзер, не останавливаясь. Прекрасный пас, и короткий пас, и средний, великолепный удар. И Пятницкий был человек, который мог напихать на поле. Он постоянно пихал партнерам и держал их в тонусе. Это очень важное качество. Одно слабое место было, к сожалению, Пятницкого – это травматичность. Вот, наверное, травмы, которые мучили его на протяжении карьеры, не дали ему полностью раскрыться. Но Ховбек был очень сильного европейского уровня. Не случайно в 93-м году президент «Атлетика Мадрид» Хесус Хиль хотел купить Пятницкого, потому что он увидел его великолепную игру в Кубке Кубков. И это был игрок действительно для топ-чемпионата, для топ-клуба. В «Спортэкспрессе» есть замечательная традиция с самого первого чемпионата России 92-го года определять лучшего игрока года по версии самих футболистов. Проводится опрос всех команд, каждый игрок, все называют свои версии. Так вот, самым первым в 92-м году лучшим игроком страны был признан Игорь Ледяхов. Это было заслужено, потому что Ледяхов провел очень сильно в «Спартаке» первый чемпионат России, тоже очень быстро у Романцева он раскрылся. Хотя до этого в «Ротаре» он играл в центре защиты, последнего защитника, Романцев сразу определил его в полузащиту. Первоначально он играл опорного, а Пятницкий играл под нападающими, а потом он сделал Романцев в матче с «Торпедо», переломный такой матч 92-го года, эту рокировку. И Ледяхов заиграл под нападающими, и Пятницкий лучше раскрылся, и Ледяхов под нападающими раскрылся великолепно. Тоже забивал немало красивых голов, достаточно вспомнить его мяч в ворота «Динамо» московского за шиворот голкиперу. И потом тоже сделал карьеру в Испании. Виктор Анопко признавался лучшим игроком России по версии еженедельника футбола, то есть голосования журналистов, дважды в 92-м и в 93-м году. Анопко появился в «Спартаке» в 92-м году, перешел он из Донецкого шахтера, был таким немножко угловатым футболистом, но при Романцеве его игра засверкала новыми красками. Он превратился в одного из лидеров «Спартака» практически сразу. И, что называется, стержневым игроком был. И не случайно Романцев доверял ему опеку самых грозных форвардов соперника. Так в 92-м году в Кубке Кубков с Ливерпулем именно он справился с опекой знаменитого форварда Яна Раша. До этого на чемпионате Европы в футболке сборной СНГ он закрыл Руда Гулета, а в 95-м году он не позволил забить Алана Ширеру, лучшему форварду Блэкберна в наши ворота. Ну и к тому времени, к 95-му году, Виктор Анопко уже был капитаном «Спартака», команда которого выиграла в Лиге чемпионов 6 из 6 матчей на групповом этапе. Да, и тоже сделал карьеру в Испании, где много-много лет играл. Ну, единственное, он мог, конечно, перейти не в Авьедов, в скромный клуб, а в мадридский «Атлетико», и, возможно, с ним бы выиграл чемпионат Испании 96-го года, потому что «Атлетико» стал чемпионом в тот год. Многолетним партнером Виктора Анопко по центру обороны «Спартака» был Юрий Никифоров. Человек уникальный тем, что он умудрился сыграть за 4 разные сборные СССР, СНГ, Украины и России. Да, ну и еще уникальность, если мы говорим про Никифорова, уникальный удар. Говорим «Никифоров», подразумеваем «пушка». То есть в первую очередь мы вспоминаем не его игру в обороне, а его пушечные удары, когда он прошивал буквально насквозь вратарей. Я был на одной из тренировок сборной, и помню, стоял за воротами Черчесова, и отрабатывали игроки удары с линии штрафной. Одно дело, когда ты смотришь с трибуны стадиона, а другое дело, когда ты смотришь на удар Никифорова глазами вратаря. Так вот, реально, я когда стоял за сеткой ворот Черчесова, вот говорят, мяча не видно после... Вот я реально не видел мяча когда Никифоров... Этими ударами Никифоров забил множество красивых голов за «Спартак». И, конечно, памятен гол его в 95-го года в ворота московского торпеда, когда он подхватил мячик у собственной штрафной, по прямой пробежал через все поле и вколотил от души мяч под перекладину торпедовских ворот. Близкий друг Юрия Никифорова, Илья Цимбаларь, они вместе пришли в «Спартак» из одесского черноморца. Из-за того, что они всегда были вместе, Илья Цимбаларь не уехал играть в Европу. После чемпионата Европы 96-го года было предложение от «Лацо», но Илья тогда выдвинул свое условие. Я поеду только со своим другом Юрием Никифоровым, а два игрока «Лацо» тогда были не нужны. Так Цимбаларь остался в чемпионате России. Илью Цимбаларя не зря называют «спартаковским бразильцем». Он действительно играл как бразилец, и это отмечали даже те бразильцы первые, которые играли в «Спартаке». Потому что такой феноменальной левой ноги ни у кого в 90-е годы в «Спартаке» не было. Илья работал ей как клюшка и мог спокойно обводить нескольких соперников. Илья был потрясающе добрым, отзывчивым футболистом с прекрасным одесским чувством юмора. Как еще говорил Романцев, он первым, если получал травмы, он мгновенно восстанавливался. Никто так быстро, как Цимбаларь, после травм не восстанавливался в «Спартаке». Ну и, конечно, пиком, наверное, его карьеры стал 95-й год, когда его признали лучшим, по праву признали лучшим футболистом России. И в Лиге чемпионов он по-прежнему своей феноменальной левой творил чудеса. Гол Руссенборгу. Гол Руссенборгу. Такой же гол Динамо через год. Да, такой же гол Сметанину. Илью мы помним, и вот майка его в музее с матча с Аякса. Можно посмотреть и вспомнить Илью добрым словом. Ну а теперь пройдемся по пяти самым ярким матчам «Спартака» в Еврокубках того периода. Но давать мы их будем в хронологическом порядке. А там уж сами расставляйте, какой для вас более памятный, более яркий. Итак, 90-й год. Матч с Наполи. Да, мне повезло. Я достал билет на эту игру. Причем не просто билет, а на Б-11 в советское время. Фанаты знают, что означал сектор Б-11. Воспоминания потрясающие. Стотысячные лужники переполнены. Ну да, надо сказать, что это был второй матч. Первый матч в Неаполе 0-0. Там нас 85 минут Наполи просто возило по полю. Но Кульков, Черчесов и компания выстояли. А в последние пять минут мы могли просто похоронить Наполи. Там было два или три убойнейших момента у нашей команды, которые, к сожалению, мы не реализовали. Поэтому с этим багажом вернулись в Москву. А Москва ждала приезда Диего Марадоне. Но он был же настолько суперзвездой, что мог сам решать, когда ему приезжать, куда ему приезжать. И команда приехала без него. Он прилетел в Москву чуть позже. На самолете президента отдельно. Остались кадры, как его встречают, как он в этой шубе своей ходит по Красной площади. И в стартовом составе он тогда не вышел. Вышел на замену в середине второго тайма. И здесь надо сказать, что майка Марадоне тогда досталась Валерию Шмарову. И она по-своему уникальная, потому что фамилии тогда еще не писали. Это не десятый номер, а номер запасного игрока. Промозглая погода. 7 ноября, кстати, праздник. Дождь со снегом, праздник. 7 ноября, 100 тысяч в Лужниках. Выход Марадона, как из тумана, да, он появился, выход на замену. Тогда такой был гул громкий по стадиону прокатился. Ну и, конечно, памятная серия пенальти. Честно говоря, очень боязно было перед этой серией. Но на удивление наши пробили очень четко. Причем, что самое интересное, все пять голов были забиты в один и тот же угол. То есть никто не ударил по центру или ударил слабо. Все удары были точно в угол, в один и тот же. А футболист по фамилии Барони из Наполя сделал нам барский подарок и промахнулся. Ну а решающий пенальти за «Спартак» забил Александр Мостовой. И мы прошли клуб с лучшим игроком мира. И прошли, чтобы потом сыграть самым титулованным клубом этого турнира, мадридским «Реалом». Опять-таки выделим, естественно, ответный матч. В Мадриде, в Москве сыграли. 0-0, да, «Реал» играл по счету. И они были довольны, что сыграли 0-0, но игра получилась довольно-таки такой невзрачной московской игра. Отношение действительно такое было. Какие-то русские залезли в четвертьфинал, и тут пытаются «Реалу» что-то противопоставить. И это был настрой «Реала» перед ответным матчем домашним. Тем более, что все началось с довольно быстрого гола «Реала». И уже они даже, я думаю, не сомневались, что сейчас «Реал» и «Спартак». Да, там был курьезный гол неудачный. Черчесов столкнулся с нашим защитником. Не разобрались. Но Черчесов позже в интервью тоже мне рассказывал, что еще предшествовало этому голу. В составе «Реала» был знаменитый мексиканец, топ-форвард того времени. Уго Санчес, форвард был действительно потрясающий, но как человек с гнильцой. И играл он очень грязно, постоянно тыкал локтем в нашем защите, мог наступить на ногу при угловом. А Черчесову он даже подошел из-под тяжка, пока не видит судья, плюнул в глаз. Черчесов хотел было ответить, но, слава богу, сдержался. И, наоборот, перенес всю эту злость на поле. И потом, после одного этого гола, не пропустил ничего на «Сантьяго» Бернабелло. А «Спартак» забил три. Дубль Радченко, гол Валерия Шмарова. И «Спартак» одержал одну из самых ярких побед Еврокубков. Гол Валерия Шмарова уже сопровождался тем, что публика встала и начала аплодировать. Это очень редкое явление. Оно было в истории «Спартака» в Англии. Мы рассказывали про «Арсенал» и «Астанвиллу». Но вот в «Мадриде» история повторилась. «Сантьяго» Бернабелло встал и хлопал нашим футболистам. А своим они махали белыми платочками, требуя отставки главного тренера. Что потом в итоге и случилось. А испанские газеты на следующий день вышли с заголовками «Спартакеада» на Бернабеу. Так «Спартак» заслужил овацию мадридского стадиона. В 92-м году «Спартак» как обладатель последнего Кубка СССР, СНГ, выступал в Кубке обладателей кубков. И на осенней стадии попался Грозный Ливерпуль, который в тот год отмечал столетие. Перед матчем произошло знаменательное событие. Это был открыт памятник погибшим на стадионах мира. Помним мы его в Лужниках, где каждый год 20 октября возлагают цветы. Ну и очень символично, потому что и в истории «Спартака» и «Ливерпуля» есть страницы, связанные с трагедиями, с гибелью болельщиков на трибунах. Дождь, спартаковская погода, и английская погода, но в тот день она оказалась более спартаковской. Красно-белые выиграли со счетом 4-2, и та игра запомнилась чудачеством импозантного голкипера Ливерпуля Грабелара. Любил выходить. Любил выходить, любил привозить, чем спартаковцы воспользовались. В конце матча он еще и заработал красную карточку при счете 2-2. И сначала пенальти реализовал Валерий Карпин, причем забивал полевому игроку Бэроузу. И «Спартак» еще один гол забил, потому что Бэроуз не Тихонов, два мяча пропустил. И «Спартак» одержал красивую, яркую победу со счетом 4-2. Ну а на «Энфилд Роуд» мы закрепили, тоже одержали прекрасную победу со счетом 2-0. Пятницкий, Радченко стали авторами голов. И тот матч запомнился великолепной игрой Черчесова, его сейвами. И там был самый потрясающий сейв. Это сделал Дима Хлистов, который так вот аккуратно, как клюшечкой стопой, перевел мяч, летевший в угол, на угловой. Хлистов так здорово сыграл в той игре, что после того матча ему поступило предложение от Эвертона, от злейшего врага. Олег Иванович сказал, ребят, спасибо. Да, ну и после той игры Олег Иванович сказал, что этому «Спартаку» действительно по силам выиграть Кубок Кубков. Но, к сожалению, не сложилось. Переходим к Лиге Чемпионов 6 из 6. Сразу скажем, может быть, еще одно заблуждение, что у «Спартака» тогда была слабая группа. Но неправильно называть ее слабой, потому что, во-первых, там был чемпион Англии, Блэкберн. Ну, вообще тогда играли только чемпионы. Да, да, да. Не было ни вторых, третьих, четвертых мест. Это была настоящая Лига Чемпионов. Одна из последних. Также чемпионы Польши, чемпионы Норвегии. Причем Руссенбург тем составом на следующий год выбил из Лиги Чемпионов Милан. Они и Реал обыгрывали тем составом, и еще многие топ-клубы обыгрывали. Регулярно играли в те годы, и команда была на очень хорошем счету. Ну, и у Лиги 10 человек играли за сборную Польши. Это не та Легия, с которой встречался сейчас «Спартак» тогда. Это было... Да, и в отборе они тогда выбили Гетеборг, тоже очень сильную команду, которая в предыдущей Лиге Чемпионов очень далеко прошла. Да, в восьмерке она была. Выделим два матча в той Лиге Чемпионов, тоже хронологически. Во-первых, это игра в Транхейме. Знаменитая, где «Спартак» выиграл со счетом 4-2 после первого тайма, проигрывая 0-2. В перерыве был разговор, причем говорил даже больше не романцев, а Сергей Юран, один из лидеров той команды, и он бросил фразу. Которая стала легендарной «Чего мы каким-то рыбакам проигрываем?» Да, как не стыдно вообще. Мы «Спартак», а тут... Две замены провел. Эта фраза, да, и две замены он выпустил молодых Оленичева и Кечева, причем он их умышленно придержал, он их не поставил в состав, потому что он перед игрой, тогда Леонид Федорович Торхтенбергу сказал, что мы оставим этих игроков в запасе, чтобы было кем усилить во втором тайме. И это действительно сработало, потому что Кеченов, наверное, провел свой лучший, ну уж точно самый памятный матч за «Спартак». Какие голы он, как он накручивал этих норвежских защитников, какие голы он забил там. Ну и матч с «Блэкберном» домашний. Это был пятый тур, «Спартак» четыре игры выиграл, уже обеспечил себе проход в плей-офф. И в Москве играли с чемпионом Англии. «Блэкберн» тогда очень хороший ход набрал, здорово играл в чемпионате Англии, но «Спартак» ничего не заметил этого. Да, разгромили 3-0, причем это тот самый «Блэкберн», в составе которого был лучший нападающий тех лет Алан Ширер. Это человек, который через год будет лучшим бомбардиром чемпионата Европы. Ну, то есть «Блэкберн» — это не нынешний «Блэкберн», это действительно была сильная команда. Но «Спартак» так здорово играл в Москве, что зрители стали свидетелями очень редкого в футболе явления, как драки между двумя игроками «Блэкберна». «Блэкберна» Лисо и Бетти не поделили между собой, потому что «Спартак» довел их до такого состояния, что они подняли кулаки не на наших футболистов, а друг на друга. Второй такой случай был в «Селтике» в 2007 году, когда вратарь Борут подрался с левым защитником Лейнейлором, которого довел Быстров Владимир до такого состояния. «Спартак» — «Блэкберн» 3-0, и до 6 из 6 остался один матч в Польше, в Варшаве, 1-0 Мамедов. И так «Спартак» вошел в историю. Ну, а что было с той командой дальше, мы расскажем в следующем выпуске, который посвящен второй половине 90-х. Спасибо, что смотрели, мы и дальше будем рассказывать вам об истории красно-белых. Субтитры создавал DimaTorzok